Сегодняшняя новость приятно порадовала открытием о том, что Владимир Путин, президент России, оказывается собирается посетить чуть-чуть Антарктиду. Несмотря на слухи о больной спине, собирается играть в хоккей, нырять с аквалангом, ну и уж посетить Антарктиду до кучи. То есть продолжать свои активные хобби. В итоге речь идет о том, что в сентябре президент принял предложение главы Чили Себастьяна Пьеры посетить антарктические базы РФ и Чили. Предполагается, что президенты совершат этот визит в конце января. Время, когда в южном полушарии льды находится максимально далеко, то есть долететь до Антарктиды максимально безопасно, а Чили это еще и максимально близко. Потому что ее территория почти там самая близкая, которая приближается к Антарктиде. Так что, в общем-то, речь идет не столько о том, чтобы он, так сказать, там по льдам куда-то рвался к центру и к российской станции Восток. А, так сказать, посидел на камушках, поглядел издали на льды. Ну и заодно записал свой гембельский альбомчик. Остальную часть, что он посетил еще и Антарктиду. Я вот к вопросу о гембельском альбоме хотел вернуться отдельно, потому что с начала второго президентства Путина казалось, что ему наши неоднократно высказанные мысли о президенте-туристе наконец-то долетели до ушей. И он немножко, так сказать, взялся, что ли, за совесть и прекратил свои, так сказать, бесконечные вояжи по самым разным государствам, странам и территориям. По которым он, как я уже упоминал, обошел не только всех советских генсеков вместе взятых, но и всех государей, императоров, включая до Петра Первого. То есть с начала установления императорского строя до Руси сейчас, так тщательно просуммировав все его передвижения, я так думаю, что можно смело обхватить и все иностранные путешествия и передвижения властителей русской земли вплоть до Рюрика, включая и военные походы. То есть их всех Путин перекрыл как быковцу своими государственными визитами во все точки мира, а теперь уже, значит, решился добраться и до Антарктиды. Это, пожалуй, единственная работа, которой он вот не гнушается. А все остальное занимает такая обширная туристическая деятельность, среди которой визит на Антарктиду, видимо, является каким-то новым перлом, вот до сих пор, видимо, не доходило до сознания. Может быть, президент Чили не приглашал, хотя я думаю, что и президент Чили не очень сильно набивался, это ему посоветовали, ну-ка организуй-ка государственный визит, а то наш путешествует по заграницам исключительно в виде государственного визита. Даже на Антарктиду, я думаю, он совершит нечто вроде государственного визита, хотя это на самом деле ничейная территория, поделенная на зоны влияния, так что государственный визит туда совершать, увы, некому. Шаровар Вячеслава Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...